Алло. Да-да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании ID-collect. Наши разговоры все записываются. Александром Александровичем могу я поговорить? Да. Это вы? Это я. Звоню вам по поводу договора Турвазай. Ваш договор находится в компании ID-collect по 382 статье Гражданского кодекса, с фиксированной суммой 8 938 рублей. Процентов на данную сумму не начисляется, неустойки не начисляются. Значит, данную сумму можно закрыть частями, если какие-то финансовые затруднения. В планах-то есть закрывать данную задолженность? Тут, видите, в чем штука. Я документов еще не получил. А вам же были отправлены. Вам же трек-момер даже предоставляли. Ну, там, собственно, не было договора, по которому мы долг купили. Номер, что договора не было? Вы получили письмо? Договора полностью не было. Там странички не хвосты. Вы уже понимаете, что вам договор не могут отправить? Ну, тогда вопросов у меня, собственно, к вам нет. Я договор увижу, тогда мы с вами пообщаемся. Ну, вы не увидите договор, потому что вам информация не тоже. Ну, хорошо, тогда мы с вами в суде встретимся, я там буду запрашивать договор полностью. Вам в суде его тоже не покажут? Ну, как не покажут, то не обязаны предоставить. Если не покажут, то и денег не получат. Правильно. Первую и последнюю страничку. Ну, кончишь. Вам же не договор нужен, это что-то у вас просто принципиальное. Нет, мне нужен договор. Как я могу быть уверен, что вы не мошенники? Я сейчас вам заплачу непонятно куда. Ну, вообще, когда-либо что-то вы какие-то договорные обязательства закрываете с какими-то финансовыми организациями, то эта организация должна предоставить официальный документ, что у вас нет задолженности. Как бы это не началось, вы закрыли руки, пожалуйста. Либо вы, либо предыдущий мой кредитор должны уведомить меня надлежащим образом. Собственно, то, что вы мне прислали, не является уведомлением. Я хочу увидеть договор полностью, чтобы там, ну, собственно, я был уверен. Желательно вообще нотариально заверен. Ну, правильно, сказали уведомить. Вам как раз таки прислали уведомление, но не договор. Ну, собственно, вы должны передать все документы, необходимые для моего понимания. Пока я считаю, что это какая-то мутная схема по отъему денег. Вас что смущает? Отсутствие договора. Что вы оплатите, вам будет кто-то еще звонить денежные средства требований? Ну, и разумеется, непонятно, куда оплачу, непонятно, какой компании, непонятно, на каком основании. Ну, сейчас, мне кажется, во-первых, все разговоры записываются. Что ваше, что наше. Ну, вы же понимаете, что в гражданском судопроизводстве запись разговора не является доказательством. Ну, вот, вы знаете, когда я разговариваю с каким-то клиентом, человек говорит, я оплатил по акции в такой-такой-то компании, а далее договор находится у вас, и вы у меня просите деньги. Вы правильно говорите, как почему вы просите документы, боитесь, наверное, какой-то такой, да, чтобы по несколько раз не платить на разные организации? Разумеется. Я говорю, вот этим клиентам всегда говорю, предоставьте документы, что вот вам отправили, что вот док-то как-то, данная организация обязательно предъявит. Ну, давайте начнем с обратного, а я пока документов не увижу, я вам платить ничего не буду. Александр Александрович. Ну, потому что это, ну, давайте вы мне заплатить, я не знаю, вот, как вас зовут еще раз? Светлана. Светлана, вот, я вам говорю, Светлана, вы мне должны сто пятьсот тысяч. Вот у меня такой, договор ваш находится. Вот вы мне поверите? Нет. Какое-то даже могу, собственно, вам уведомление на почту прислать со своей печатью. Ну, это же глупость, правильно? Давайте, да, давайте, собственно, ну, как-то в правовом поле действовать. Если не хотите высылать договор полностью, ну, ваше право подать в суд. Там с вами и встретимся, там я буду требовать оригиналы всех документов. для ознакомления. Сразу вам скажу, Александр Александрович, не от нас зависит, да, чтобы вас в компанию как-то обратилась как можно быстрее в суд. Информацию мы, конечно, передаем, но есть определенное время, когда компания с вами... Да я же говорю не против, это у меня никаких проблем с вами нет, это вы от меня что-то хотите. С вами компания хочет решить вопрос добровольный. Какие такты предлагают? Здорово. Ну, давайте, давайте вы тогда в добровольном порядке вышедите мне договор полностью. Если вы даже расщедритесь и сделаете нотариально заверенную копию, это будет вообще замечательно. Договор с этим даже по законодательству не имеет права отправиться? Ну, конечно. Вот прям можете спросить у любого юриста, не обязательно к ним ходить в интернет? Я, собственно, видите, в чем подвох. Вы мне высылаете какие-то ошметки от договора, я не могу понять ни целостность его, от одного и того же документа страницы или от разных. Может, я вообще не уважаю? Может, никто никуда ничего не продавал? Я откуда знаю? Я не могу в этом удостовериться по ошметкам договора, понимаете? Поэтому я прошу вас предоставить все необходимые документы. Я вам просто объяснила, что процентов нет, неустойки нет. Я вам тоже объяснил, что я пока, собственно, считаю, что это какая-то мутная схема и развод. Я просто объяснил все еще раз. Процентов нет, неустойки нет. Любые платежи уходят на погашение задолженности. Это не обязательно одним платежом. Вот это вы говорите, что на погашение задолженности. А я вот, например, считаю, что в карман непонятной компании не уходит. Непонятно на основании чего. Ну, каждое свое мнение. Мое дело вам сказать, заставить я вас не могу. Вы меня услышали, я вас тоже. Информацию предоставлю организации радикалей, что вы только будете в судебном порядке. Договор сессии вам не предоставили. Хорошо, я буду запрашивать о судебном порядке. В рамках... Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте, Руслан Иванович. Здравствуйте, Руслан Иванович. Приветствую. Позвольте, я представлюсь. Это Духоведная Бел. О, Фрин Протект. Мы работаем от имени и в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Голиков и Дарья Владимировна. Разговор записывается. Руслан Иванович, вы... Слышите меня? Да, слышу, слышу. Отлично. Звоним по поводу должности. Вашей неоплаченной в компании «Быстрые деньги». Компания вам выставила требование, чтобы вы в течение 24-х часов в полном объеме произвели оплату. Актуальная на сегодня сумма к оплате у вас составляет 12 тысяч 11 рублей 58 копеек. Эта сумма у вас увеличивается ежедневно. И я вам настоятельно рекомендую ввести оплату именно на сегодня, чтобы деньги сэкономили переплаты. Скажите, вы эту сумму на оплату подготовили? Нет. Почему? Что случилось? Не хочу. Что я вас не поняла? Не хочу, говорю. Уши там что у тебя? Забиты что ли, блядь? Не хочу, блядь. Не хочу. А я не хочу возвращаться. С тобой вообще даже базарить не хочу, слышишь? Пожалуйста. Валь, я с тобой даже базарить не хочу. Ни конструктивно, нахуй. Никак по-другому. Понятно тебе? Овца. Это моя сейчас единственная цель. Вам помочь. Да ты мне не поможешь. Чем ты мне поможешь? Твоя единственная цель – это меня смотивировать на оплату. Но у тебя это не получится сделать. Понимаешь? Как ты мне можешь помочь? Заплати за меня. Помоги. Заплати за меня. Помоги. Пожалуйста. Ну, а как ты мне тогда? Ну, я готов. А как ты мне помочь-то хочешь? Сказать, чтобы я пошел к родственникам? Или что ты мне? Как ты мне хочешь помочь? Объясни. Ну, я слушаю. Слушаю. Хорошо. Если вы готовы к инструкции... Я готов, готов. Да ты предлагай вещи реальные. Они космические, блядь. И космическая же глупость. Поймите. Я понимаю. Конструктивный разговор подразумевает под собой здоровье. Я знаю, что такое конструктив. Я знаю, что такое конструктив. Но конструктив это реальные предложения, которые нацелены помочь действительно решить какой-то конфликт или вопрос. Они глупые какие-то, блядь, присказки, которые написаны в ваших скриптах. Понимаете? Я вас прошу, пожалуйста. Я вас прошу, пожалуйста. Что такое конструктив? Все, молчу, слушаю. Давай. Вас прошу, давайте все-таки вернемся к диалогу. Давай, 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 давай. Как я и говорила, звони нам по поводу задолженности. Ваши неоплаченные в компании быстрые деньги. И компания вам выступила требование, чтобы в течение 24 часов в полном обмене произвели оплату. Да, что ты повторяешь? Я одно и то же этого, я понять не могу. Зачем ты повторяешь? Да ты одно и то же мне повторяешь, ты сказала, я хочу вам помочь. Помогай, как ты мне хочешь помочь-то? Вы мне, к сожалению, не дали просто говорить. Так ты одно и то же повторяешь, ты мне как помочь-то хочешь? Ну помоги, как ты хочешь мне помочь? Говори, как ты будешь помогать мне? Вот говори, я молчу, слушаю. Слушаю. Хорошо, Руслан Иванович, сейчас поймите, встает вопрос по поводу передачи информации в бюро кредитных историй. Вот лично я не хочу, чтобы вы потеряли вашу кредитную историю. Скажите, пожалуйста, что вот вы говорите, что вы не хотите платить? Вы поймите, у вас с договором не предусмотрено именно ваше желание. Помощь-то твоя в чем? Ну помощь-то твоя в чем? Ты сказала, я хочу помочь. Как ты мне помогаешь-то? Я понять не могу. Объясняю то, что мне передадут в бюро кредитных историй. Да похер мне на это бюро. Ну как ты мне помочь-то хочешь, девочка? Ну как ты хочешь мне помочь? Я вам пытаюсь ответить. Вы мне не даете, к сожалению, это сделать. К сожалению, наш с вами разговор. Ну ты не помощь мне предлагаешь. Ты мне просто расскажешь, что будет дальше. Это я без тебя знаю. Это не помощь. Это не помощь. Это я знаю без тебя. Вот и все. Я пыталась до вас довести информацию. Ну, значит не получилось. Да, у тебя не получилось это сделать. Я буду завершить разговор как-нибудь. Да, да, да. Давай не кашли. Ложи трубочку. Алё. 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 Здравствуйте, Руслан Иванович. Здрасте. Это досудебное дело Финпротект в интересах МФК. Быстрые деньги. Меня зовут Олимин Александр Юрьевич. Разговор в нашей записи. Финпротект, послушай. Финпротект, это что коллекторы что ли? Финпротект. Ну, по поводу вашего... Коллекторы? Ты коллекторы что ли? Вы коллекторы что ли? Вы коллекторы? Ты, вы там. Коллекторы что ли? Ну, компания поставила срок 20. Ты на мои вопросы ответь, юбей. Значит, ловильность компании вы скорее всего потеряете. И при повторном вращении может быть просто отказано. Мне плохо юбцать на профессиональное вращение. А теперь, пожалуйста, повторите еще раз. Финпротект, это что коллекторы? Нет. Профессиональные службы взыскания. Ну, в смысле? Это коллекторы юбцать, да? Соответственно. Соответственно. Ну, коллекторы юбцать, да? Такая сумма есть на оплату у вас уже. Ну, ты не ответил юбцать. Ну, это коллекторы юбцать. Ты просто не называешь это вещи своими именами, нахуй. Да? Я так понимаю, нахуй. Какая сумма готова на оплату? Никакая не готова. Дальше что? Ну, дальше что ты молчишь? Да тебя ебешь, что ли, я работаю, нахуй. С кем живется? Ты что, дурак, что ли, совсем, блядь? Где еще кредиты есть? Ты что, в луну въебался, что ли, парень, блядь? Ты, блядь, вообще какой-то. Ты себя поверил, что ли, ёбцать, дурачок, нахуй. Ты что, блядь, ёбцать, малыш? Блядь, бросай эту работу, нахуй. Она тебя не доведет добра, ёбцать. Ты мне скажи, где ты сидишь, я приеду и мы с тобой поговорим, нахуй. Где сидишь ты, сучонок? Скажи мне, я прям подъеду. По скоренькому. Ты выйдешь и в глаза мне все скажешь, нахуй. А я тебе, ёбцать, так сломаю, что тебя, сука, ни одна бабушка не отшепчет. Понял, пидор? Еще раз позвонишь мне, сука, я тебя реально найду и скалечу, нахуй. Понял, пидорок? Я тебя угрожаю, да, я тебя угрожаю. Я тебя реально, я тебя угрожаю. Я тебя угрожаю, реально, под запись разговора. Слышишь, пидорок, ты все слышал в начале разговора, можешь запись переслушать. Я тебе, ёбцать, я тебе, ёбцать, я тебе сломаю. Вы еще раз позвонишь, нахуй. Эй, пидор, слышишь, ты пидор, ёбцать, ты спросил, кто вы, я сказал, да и я. Ты чё, дебил, что ли, ёбцать? Ты чё, дебил, что ли, ты чё мне звонишь, слышишь? Ты чё мне звонишь, да хули мне тебя слушать? Звонилка, ёбцать, чё мне тебя слушать? Ну ты чёрт, хули мне тебя слушать? Чё мне тебя слушать? Чёрт ты, ёбцать. Да хуй тебе, урод, бля. Да хуй тебе, ёбцать. А ты чё мне, ну ты чё мне звонишь-то? Ну чё ты мне звонишь, чёрт ёбаный? Ну чё, я тебя на охуе тебе, ёбаный. Ну я тебя на охуе тебе. Зовите мою фамилию, милотчество. Да кто ты такой, ёбаный? Ну кто ты такой? Ты коллега? Я уже приобрёлся, вам полностью. Да ты раб, ебучий раб, понимаешь? С гарнитурой на башке и с, блять, с табуретом, с пределанным хуем, ёбаный. Вот и всё. Я не знаю, с мою фамилию, милотчество. Я не буду называть. Да кто ты такой? Ну кто ты такой, чтоб я тебя что-то называл? Очень жаль, что вы не хотите называть. Да я не хочу с вами, приезжайте ко мне, я с вами буду по-другому базарить. Вы чё, блять? Вообще что ли, блять, попутали, ёбаный? Я не хочу с вами разговаривать. Я буду разговаривать с юристами, которые с людьми. Ну и чё? Да какая нас ответственность, чё ты мне расскажешь, дурачок, блять? Ну и чё? Вы даже хомяк-то не можете просто назвать. Кому, блять? Ну кому? Я ещё раз спрашиваю. Кому? Кто ты такой, блять? Я сказал, мне Александр Юрьевич меня зовут. Александр Юрьевич, кто ты такой? Александр Юрьевич, ты коллектор? Я уже сказал, кто я это. Ты раб, ёбаный, ты раб. Я тебе ещё раз говорю, ты не кто, нахуй. Ну кто ты такой, Александр Юрьевич? До свидания. До свидания, Юр, ты давай, не кашляй, нахуй. Александр Юрьевич, блять, дурачок, нахуй. Вешай трубку, нахуй. Чё, программка не даёт, нахуй? Вот работа твоя такая, блять. Сидите, слушайте, так говносят целый день, нахуй. Дурачок, беги, блять, беги, нахуй, пока не поздно, блять. Пока детей нет, надеюсь, нахуй. Да не дай бог, дети спросят, блять, пап, ты где работаешь-то, нахуй? Скажешь, коллектором, блять, да ты чё, ёбь, позорище, блять, на всю, нахуй. Хуй знает, блять. Мужики, блять, здоровые. Да ну-ка, я тебе ещё раз говорю, слышь, блять, Александр, Саша, кто ты такой, блять? Ты коллектор, ты хуйно, понимаешь? Для меня ты никто, нахуй. Я не слышал, я слышал. Ну всё, гранди трубку. Да я не буду тебе называть, ты никто, я тебе ещё раз повторяю. Ну ты никто, да кто ты такой, нахуй? Ну кто ты, блять, ну кто ты? Ну кто ты такой? Ты коллектор, ебать, да я воебал вас в рот всех, нахуй. Я не хочу с тобой вообще разговаривать. Я не хочу с тобой в принципе разговаривать. Нахуй ты мне вообще звонишь. Я же всех этих всех, блять, МБА, блять. Алло. Алло, алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Игоревич? Возможно, это кто? Николай Игоревич, с вами разговаривает Валерия Сергеевна, Восточный экспресс-банк, Спортайн, Коскания. А у Валерии Сергеевны есть фамилия? Что? У Валерии Сергеевны есть фамилия? Борзова. Замечательно, здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Да, надо говорить. Замечательно, по поводу вашей просроченной задолженности по кредитной карте стандарт, почему 8 дней не производите оплату? Ну, денег нет. По какой причине отсутствуют деньги? Если вы работаете, вы улучшаете зарплату? Ну, это уже у вас не должно касаться, насколько я понимаю. Почему у вас нет денег? Потому что нет. Понимаете, бывает иногда такое в жизни. Почему? Если я вам отвечу по кочану, такой ответ у вас устроит? Нет, такой ответ у вас не устроит. Вы не имеете никакого права нарушить условия кредитного договора. Ну, я согласен. Выходить на просрочку. Согласен. Девушка, вы тон немножечко свой поубавьте. Как у вас может не быть денег? Я с вами спокойно разговариваю. Нет, вы разговариваете со мной довольно в грубой манере, что мне очень сильно нравится. Я на вас голос не повышаю. Я слышу, прекрасно. Я вам стою какие-то вопросы. Вы считаете, что я повышаю свой тон? Нет, а какое вы имеете право не задавать какие-либо вопросы? Объясните мне это. А я имею полное право. Вам задавайте вопросы. Я с вами разговариваю от лица вашего кредитора, от лица Восточного банка. Я не знаю, с кем я разговариваю, понимаете? То, что вы мне позвонили и сказали... А как вы узнаете, с кем вы разговариваете? Нет, смотрите. То, что вы мне позвонили и сказали, я Маша из Восточного банка, перешлите мне денег. Это ничего не значит. Я вам разыскал... Если у вас есть ко мне какие-то претензии... Николай Ильич, успокойтесь. Если у вас есть какие-то ко мне финансовые претензии... ...счет, на который, чтобы вы перевели деньги... Я звонила вам по поводу вашей карты. В письменной форме на мой адрес проживания. Ваши письменный забор, где все прописано. Вот это и есть. Вот это волка. Я тебе еще раз повторяю. Если есть ко мне какие-то финансовые претензии... Я с тобой звонил, когда буду разговаривать, как хочу. Понимаешь, ты мне позвонила, не я тебе. И манеру диалога буду выбирать я. Мы все равно ты не приходили. Нет, нет. Если у тебя ко мне есть какие-то финансовые претензии... Все равно нет, мы на ты не приходили. Рассказывают коррекции. 5400 сегодня-завтра должны оплатить. Да. Ух ты ж, ты ж, ты ж, ты ж, какая рьяная прям. В письменной форме на мой адрес проживания, пожалуйста, претензии присылайте. Нет. И будем разговаривать дальше. У вас все уже было в письменном форме. Это ваш договор. Ждем. Мы поставили свой подпись. Жду. Если вы были с чем-то не согласны, значит, не нужно было вставить свою подпись. А теперь вы обязаны выполнять наши требования. Балаболка, ты меня слышишь вообще, что я тебе говорю, нет? 5400, оплата сегодня или сам? Голова говорящая, ты меня слышишь? Спустись на землю, вернись в реальность. Ты слышишь вообще? Я с тобой веду диалог. Ты меня слышишь или ты скрипт свой там читаешь и тебя вообще по барабану? Я вас слышу. Или тебе вообще по барабану, что тебе твой оппонент говорит? Я вас слышу. Отложи скрипт в сторону, послушай меня. Я тебе говорю, если тебе ко мне есть какие-то финансовые претензии в письменном виде на мой почтовый адрес. Какие финансовые претензии? Какие? Нет, подожди, звонит какая-то тёлка, блядь, с мобильного телефона. Предъявляет мне какие-то претензии. Что вы нервничаете? Я не нервничаю. Я пытаюсь вам объяснить уже 10 минут. Вы... Вы знаете, разговоры ведёшься. Я тоже веду за... Я вам подожди ещё раз объясню, что ты обязана выполнять условия по кредитному договору. Вот что вы обязаны. Кто меня может обязать их исполнять в правом государстве? Банк, банк. Суд, а не банк. Родная моя, вернитесь на место, вернитесь на землю. Я вам объясню ещё раз. Послушайте меня. Послушайте меня. Нет, я не буду вас слушать. Обязать гражданина в Российской Федерации выплатить долг может только суд. Обязать. Подчеркни. Внизу поставь жирную красную строку. Нет. Обязать. Нет. А то, что ты мне балаболка звонишь, несёшь какую-то чушь, понимаешь, от этого дело с мёртвой точки не двинет. Понимаешь? Договор перечитайте. Я не буду с вами... Да что это твой договор? Я тебе балаболка ещё десятый раз объясняю. Если у банка есть ко мне какие-то финансовые претензии, пожалуйста, в письменном виде на мой почтовый адрес. Я посмотрю, что да, действительно, банк имеет ко мне какие-то претензии. И тогда будем разговаривать. А то, что ты мне балаболка... Я не буду с вами балаболка сегодня или завтра. А то, что ты мне балаболка вот позвонишь... Сколько вы мне будете продолжать говорить? Сколько вы мне будете продолжать одно и то же слово говорить? А то, что я могу сказать говорящей голове, у которой гарнитура к голове прикручена скотчем, и она скрип не читает и меня не слышит. Вот что я могу ей сказать? Сегодня, завтра оплата... А-а-а-а... Ой, блин. Вы будете, пожалуйста, потом, когда вы придёте уже в отделение банка, в любое отделение банка России... А зачем я приду в отделение банка? Будут скатывать в ближайшие 10 лет. Да хоть 20, хоть 30. Говорящая голова, послушайте. Я тебе объясняю, для продолжения конструктивного диалога, все претензии на мой почтовый адрес. Голова, ты меня слышишь? После этого звонка позвоните своим родственникам, скажите им, чтобы они в банк не приходили в ближайшие дни. Ой-ой-ой, все, боюсь, все, сейчас все будем уезжать из матушки России. Но, к сожалению, родная, я патриот, и выжить туда мне не удастся. Я не понимаю, почему вам не нужно, вас никто не пытается запугать. А что, я плакать должен? Позвонила мне какая-то говорящая голова. Звонилка вообще беспонтовая, у которой нет никаких полномочий. У меня говорите на протяжении уже почти 10 минут. Смотри, балаболка, звонилка. Ты скажи спасибо, что я тебя еще матом не крою, понимаешь? Я просто, я вижу, ты девочка адекватная, я не хочу тебя оскорблять. Но, понимаешь, ну ты меня не слышишь. У меня тоже запись разговора ведется. У меня тоже запись разговора ведется. Мне позвонил какой-то вымогатель без обоиснованных причин, какие-то мне претензии финансовые предъявляют. Я тебе объясняю еще раз. Послушайте меня. Я не буду это слушать. Успокойся, я вам еще раз скажу. Финансовые. Все финансовые претензии на мой почтовый адрес. Вы можете корректно разговаривать. Вы меня слышите? 25 раз повторяю. Нет, я вас не слышу. Все претензии финансовые отправляйте на мой почтовый адрес. Решать такие вопросы по телефону я не намерен. Все претензии. То, что у вас задолженность, вам приходит смс на ваш телефон. Что такое смс в нашем государстве? На основании смс я должен пойти заплатить деньги? На основании кредитного договора вы должны платить. У меня нет на руках кредитного договора. Выслите мне, пожалуйста, мой кредитный договор на мой почтовый адрес. Нет, я его потерял. Вы делаете запрос, вам его вышли. А для чего ты мне тогда звонишь? Для чего? Делайте запрос, смотрите на сайте, вам придет смс. Ну что за бред? Перед тем, как позвонить человеку, вы должны обосноваться, чем вы обосновываете свои требования. Я тебе еще раз говорю, я с тобой разговариваю, как хочу. Ты мне позвонила. И манеру общения буду выбирать. Ты вторглась в мое личное пространство. Как вы хотите. Да я буду разговаривать, как я хочу. Я буду с вами разговаривать так, как я хочу. Вы меня слышите, нет? Ваша обязанность... Финансовую претензию на мой почтовый адрес. Я рассмотрю, и тогда будем с вами разговаривать. А то, что вы там сейчас гарнитуру балаболите, это, знаете, это овчинки. Да, 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 да. Вы даже не можете выслушать человека, как я с вами разговариваю. А зачем я буду вас выслушивать? Я этот ваш скрип... А я вас оскорбил? И то, что вы даже... Я хоть слово... Я хоть слово оскорбления вам сказал? Я вам еще раз сказал. Вы хоть одно оскорбительное слово от меня услышали? Звони еще раз другой сотрудник. Да мне подправь. Еще раз другой сотрудник. И еще... Два... Звоните, продолжайте, пока вы не будете с нами разговаривать. Два раза в неделю. Родная моя. Два раза в неделю. Не больше. Алло. Вы слышите меня? Два раза в неделю, не больше. Перестивите, да, у вас сегодня или завтра. Звоните мне, пожалуйста, два раза в неделю, не больше. Иначе я буду вынужден оставить жалобу на сайте Федеральной службы судебных приставов. И вам прилетит штраф, уважаемая моя. Да, только... Соблюдайте, пожалуйста, 230-й федеральный закон. Допустим, в этой жалобе указается, что вы нарушаете условия кредитного договора. Да, да, да. Обязательно укажу. Но вы соблюдайте, пожалуйста, 230-й федеральный закон. Звонки два раза в неделю, не чаще. Ваш банк и так по ушу в долгах перед судебными приставами. Еще 200 тысяч не помешает, я считаю. Поэтому еще один звоночек. Проводите тогда реструктуризацию, если вы не можете... Еще один звоночек на этой неделе. Я жду письма. Я жду письма. Я жду. Ну что вы так нервничаете, в конце концов. Я вам звонила, поговорите за посторонние темы. Я тебе, деревянная голова, объясняю в 30 раз. Вы проявляете какой-то негатив в сторону банка. 30-й раз. Что-то еще. 30-й раз эти деревянные голова повторяют. Вы, если вы не можете... Выслите мне на мой почтовый адрес. На мой почтовый адрес. Приведите, пожалуйста. Я покажу ее своему адвокату. А потом... Конструктивный диалог. Вы меня спросите? Проводители тогда реструктуризации не могут произвести оплату. Вы сами работаете. Послушай, как ты думал, я уже забыл просто. Я уже так много сказал. Смотри, я тебе объясняю 23-й раз. Для того, чтобы вступить в какой-то конструктивный диалог, вы должны подтвердить обоснованность своих требований. Понимаешь? Ты требуешь с меня деньги, чтобы я тебе, блядь, дал... Все требования в вашем кредитном договоре. В вашем кредитном договоре. Ты на тренингах вот засрали мозги вот эти, блядь, кураторы там, кто тебя курирует, я не знаю. Ты вот сидишь и скрип читаешь, ты не слышишь вообще людей. Подождите, вы где берете эту информацию? Вы работаете в нашем банке? Да знаю я всю вашу систему от и до, как вам затирает мозг. Если вы ее... Садят на стул, прикручивают скотчем гарнитур в голове. Что ты вам говоришь? И вы сидите, читаете вот этот... Согласны, это очень смешно, то, что вы в списке должников. Да мне плевать. Я вам еще раз говорю, проводите тогда реструктуризацию. Реструктуризация, это что? Расскажи мне, родная моя. Растянуть срок под более повышенный процент? Вы меня сейчас склоняете к невыгодной сделке? Это растянуть срок и повысить процент. Вы меня сейчас склоняете к суку по мнению невыгодной сделки? Увеличен будет, да. Будет увеличен ваш срок кредитования за счет... Да, ответственно, увеличен будет и процент. Зачем мне это, скажи, пожалуйста? Объясни. Я что, больной? Дополнительные номера с телефоном для связи у вас имеются? Вот один единственный номер. Зачем мне 20 номеров-то? Я всегда на связи. А у вас нет других номеров? Я всегда на связи. Приглавная оплата 4-4. В любое время звоните на этот номер. Но не более двух раз в неделю. Иначе получите по шапке, по судебных приставам. Я вам слово даю. У меня есть очень хорошая... У меня есть очень хороший адвокат, исключительно. У вас есть я. А судебные приставы очень любят такие дела. Давай, любимая. Все, давай, удачи тебе. Не грусти. Когда оплата от вашего... Хорошо. Давай начнем сначала. Какая оплата? Которую вы должны производить согласно вашему кредитному договору. Банк-то хоть какой-то, не напомни. У меня уже звонили. У меня просто 7 банков, понимаете? Иногда путаюсь. Успокойся, схвачь. Вот вы уже год у нас кредитуетесь. Да. Вы хотели? И сейчас вот вы... Вот сейчас вы решили, что пора как-то посмеяться с иронией. Нет! Не в коем случае! Нет! Не в коем случае! Нет! Нет, в том-то и дело, нет! И в коем случае, ну что? Вы мне так глупости говорите. Понимаете, девушка, вот вы сидите там у себя в своей берлоге, где вы там сидите, вам скотчем гарнитуру к голове прилепили, вы его скрип свой читаете, и вам... У вас заученные фразы, заученные фразы, Николай Игоревич Хвачев. А у вас нет? Ха-ха-ха! Так, смотрите, смотрите, послушайте. Еще, у вас на этой неделе есть еще один звоночек. Если вы позвоните мне в течение этой недели более двух раз, я буду вынужден оставить жалобу Федеральную службу судебных принципов. Хорошо. Предъявить запись разговора, сделать выписку с мобильного телефона, и все. Ура! Ура! Ты удовлетворена? Удовлетворена? Я тоже, все. Давай, любимая, пока. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кузнецов Дмитрий, и я руководитель компании Алям. Компания Алям на сегодняшний день является ведущим юридическим оператором на территории России. Сфера деятельности нашей компании – это обеспечение безопасности, банкротство физических лиц и совершение действий, когда вашему кредитору становится выгодно отказаться от претензий. До обращения в нашу компанию всех наших клиентов объединяло одно – все они думали, что выхода нет. По каким причинам люди попадают в долговую яму – взял кредит для себя или друга, потерял работу, возможно, даже заболел. И после первой просрочки чаще всего люди попадают в долговую яму, из которой не выбраться. Как люди пытаются самостоятельно выйти из сложившейся ситуации? Берут кредит или микрозаим для того, чтобы погасить очередной платеж. Берут в долг у родственников, пытаются продать имущество, отрывают деньги от семьи. Все это только усугубляет ситуацию и наращивает снежный ком. И к чему же приводят все эти попытки? Первое. Денег вечно не хватает. Второе. Семья голодает. Боитесь остаться без крыши над головой. Вам угрожают и вы, как следствие, поссорились со всеми друзьями, с близкими, с родственниками и на работе вечные проблемы. И как результат страдает ваше здоровье. Решение ситуации очень простое. Вы должны сказать себе «Я платить больше не могу». Цивилизованным языком это называется банкротство. Как же остановить весь этот финансовый ужас? Есть два пути. Первый путь – это банкротство физических лиц. И второе – это финансовая защита. Это абсолютно легальные в рамках российского законодательства схемы. Схемы, которые позволяют вам навсегда избавиться от проблем с кредитами. Банкротство. Данную процедуру можно разделить на три части. Первое – подготовительный этап. Второе – судебный этап. И третье – вынесение решения о том, что вы банкрот и платить больше не можете. А теперь более подробно о этапах банкротства физических лиц. Подготовительный этап включает в себя сбор всех необходимых документов. А их немало. Подготовка заявления в суд о признании вас банкротом. Уведомление всех ваших кредиторов о том, что вы платить больше не сможете и подаете на банкротство. Второй этап. Судья выносит определение о начале процедуры банкротства. Назначается финансовый управляющий. Определяется ваш имущественный статус и проводится собрание кредиторов. Третий этап – вынесение решения суда о признании вас банкротом. Снятие всех кредитных обязательств. Второй способ – финансовая защита с помощью юристов компании «Аля». Ее основная задача – перевести клиента из диалога «Клиент-банк» в диалог «Клиент-пристав-банк». При первой схеме решение в сторону клиента маловероятно. Во второй схеме, как самый худший вариант, клиент может погашать свою задолженность фиксированными платежами, удобными ему. В том числе, как самый распространенный вариант, доказать, что вы вообще платить не можете. И как результат – закрытие исполнительного производства. Вы чистый человек. Я имею в виду чистый от долгов и от обязательств. Это было краткое определение процедуры банкротства и процедуры финансовой защиты от юристов компании «Аля». Какое решение подходит именно вам – решать можете сами. Для того, чтобы утвердиться в своем решении, вы можете записаться на бесплатную консультацию. Форма для записи есть у нас на сайте, а также в группе ВКонтакте. И наши специалисты обязательно с вами свяжутся. И вы определитесь, что действительно вам нужно, чтобы стать свободным от обязательств. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. На сайте есть телефон 8800. Он бесплатный по всей территории России. Также хочется заметить, что мы работаем со всеми регионами России. Компания «Алям» – это ведущий юридический оператор на территории нашей страны.